обратите внимание что он сказал может кто-то скажет это сказка что я придумал этот он 2006 или 2007 году я нет про этот палец меня это вообще знаете приколола типа он показал палец украины загадать чечня будет свободно и уичкерии есть планами вну исконные земли чеченцев или же будут жить на этом куске мансур орста что ты имеешь ввиду под исконными землями чеченцев наверное все зависит от того что ты вкладываешь в это есть аух которая безусловно является частью чечении а вот если ты что-то более этого говорить что здесь здесь я наверное не буду уже эту тему комментировать по поводу ауха да безусловно это это часть нашей нашего государства нашей территории я на например бывшую и 4 так как карта была другая аух это уже всем известная тема но я тебя понял не комментируй джазы калаху хэр нет здесь по поводу бывшей и 4 и так далее ну здесь уже у каждого какие-то свои там убеждения по этому поводу каждого свои карты и и я не сторонник вот этих вот рассуждений я сторонник нашего государства пределах пределах сегодняшней чечни и и ауха ауха это безусловно как бы часть нашей земли нашего государства и вот как бы наши претензии на эту территорию они должны быть всегда за задокументированы обозначены что касается каких-то других тем то здесь я уже не не сторонник этих осуждений так как это наши братские кавказские народы проживают на территориях которые возможно кто-то считает что когда-то были и так далее но я считаю что такие разговоры для нас будут сейчас только вредны можешь ты или ты рассказать каково положение войнахов в казахстане которые не вернулись обратно а решили остаться там если ты знаешь про это да нет я я ну в общем чертах я знаю что там немало живут чеченцам ингушей но как-то вот детально сейчас по поводу их положения не расскажу этого людей живущих там надо спросить тумсо ты ощущаешь как россия трещит по швам если путинский режим падет не ждет ли в границах рф война всех против всех как период гражданской войны 100 лет назад кто сегодняшние большевики я очень хорошо ощущаю то что происходит сейчас в россии вот эти вот изменения и я как чеченец так как я большинством большинство моей деятельности все-таки направлено на чечню на кавказ я прежде всего ощущаю это по сегодняшней чечне по кадырову как у него меняется риторика как он начинает говорить то что не говорил до этого и один из таких примеров того что он он стал высказываться гораздо более неосторожнее говорить какие-то совершенно не скромные вещи сейчас я вам покажу один отрывок ролик на днях вчера по моему или неважно на днях кадыров выстроил все свои батальоны собрал товары всех 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 вооружил значит выстроил и устроил какие-то смотри он любит это не первый раз он уже делает и приезжал значит в гости к кадырову так называемый президент или кто он там глава днр пушилин в общем было очень много всего сказано все выступали и конечно же больше всех выступал кадыров и в этот раз кадыров сказал такие вещи которые во первых он до этого я не помню чтобы он что-то подобное говорил а во вторых я нам очень важно отметить вот этот вот момент эту речь как некий исторический такой период когда когда россия испытывает понятно что россия сейчас в результате поражение на украинском фронте россия сейчас несет там потеря на на по сути отступает и это период когда россия ослабь ослабевает и Кадыров тоже это ощущает и поэтому он начинает высказываться так как он не высказывался до этого и вот сейчас я вам покажу небольшой отрывок из его речи обратите внимание что он сказал может кто-то сказать это сказка что я придумал этот дом 2006 или 2007 году я разговаривал с одним стариком дом такой красивый дом старик был дом ухоженный и я его привез предъявить там нет недовольство до он обсудить с ним до он одну тему которую он озвучил до и он на меня посмотрел и сказал до рамзан настанет не до он направил палец в сторону на украину до он там будет воевать твои войска и они одержат победу метан дилер ландур бывший гурман да тот старик кодырову показал средний палец но этот идиот все по-своему интерпретировал нет про этот палец меня это вообще знаете приколола типа он показал палец в сторону украины кто у нас какой старик у нас республики знает в какой стороны навозится украина я не говорю что люди что у нас старики глупые но у нас нет такого что вот сторона украины у нас нет нигде дорожного знака на украину какого-то какого-то я не знаю какой-то достопримечательности которая была бы направлена на украину но нет такого понимаете Нет, вообще, в принципе, никогда у нас в обществе никто не слышал, чтобы кто-то показывал сторону Украины. Это такой бред. Если бы я стоял в центре Грозного, допустим, на проспекте Победы, и мне бы сказали, покажи, в какой стороне Украина. Я бы тоже не знал, в какой она стороне. Откуда никогда не возникало такого вопроса, в какой же стороне Украина. Не было такого, понимаете. Что ты скажешь на пророчества в народе, которые давно говорят, что мы будем под натиском Великобритании? Я скажу, как и про любое пророчество, которое не связано с реальными пророками, я скажу, что это чушь, бред собачий. Если, когда вот вам кто-то начинает подобные вещи рассказывать, что какой-то там старец сказал, бахкачнах дыч, вот это наша чеченская тема, бахкачнах олэр эуляш. Сразу в мусор. Вообще такие вещи воспринимать. Я не знаю, как это такое дно. Кадыров не так понял, он показывал ему пальцем в сторону Путинского дворца в Геленджике. Горида Рамзан заплатит дворец. У алейкум ассаляму ассаляму анатолу арахатул. Баракулаху фик, Жанга, бывший гурон. Ассаляму алейкум, Марфу, Оилтумсо. Рамзан перепутал. Старик не тот палец показал, когда про Украину говорил. У алейкум ассаляму арахатул арахатул. Баракулаху фик. Баракулаху фик, братья. Субтитры создавал DimaTorzok